Благодарим Тебя, Христе, Боже наш, Яко насытилась и нас земных Твоих благ, Не лишилась и небесного Твоего Царствия, Но яко посидевшие кофты пришилась и спаси мир, Дай я им, приди к нам и спаси нас, Аминь. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, И ныне присоединяйте веку, Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови за молитву Пречистоте Матери Всех Святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божиим, Помилуй нас, Аминь. Благослови, Господи, всех помогающих нам, Посети сирых, нищих, вдов, болящих, Утеших Твоих, Иисусе. И дела наши Теса, братиши, по воле Тебе и Святой, Болящего Алексея, Валентия, Илариона, Кирилла, Игоря помилуй и спаси. Хвала Тебя, Отечественный Святой Дух, Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. У меня времени нету совсем, сейчас уже 8 час, Вы выезжаете через сколько? В 11, Алексей приедет. Значит, мы сейчас попрощаемся, ко мне уже не заходить. Хорошо. Так, вы пробыли 3 недели? Да. Почти, да? Да. Это вы какой раз у нас бываете? С 5-й год с детьми. Так, я буду всех спрашивать. Эти маленькие дети в вашем присутствии. У вас какие-нибудь неурядницы тут, может, между собой, между нами были, в сердце вы носите с собой? Или у вас все хорошо? Мне как-то хорошо. Громко отвечаете. Хорошо. Ни на кого не обижаетесь? Нет. А то, что я тут с вами так разговаривал, там, гонял вас? Нет, конечно. Я хотел, чтобы вы лучше стали. А то игры, игры, игры. Я против игр. Значит, вы-то отдали Рубика, это для меня как враги. Вот, сидел я в тюрьме, в этом лагере, а там попадаются наркоманы. Ну, жена желает от мужа избавиться. Она грамотри ему, героинщику куда-то. А те пришли, начали искать. Нашли. Все. Вода три хлопнули ему. Их зовут ботаники. Ну, раз на растение. И вот они, эти ботаники говорят, а вы не знаете, что это такое? Я говорю, а что? Такие возможности открываются, когда он гладнет, уколется. Это такие музыкальные таланты открываются. Я говорю, и кто из этих музыкантных талантов? Назови одного. Никого нету. Такие таланты открываются там, математические. Да ты имя свое забыл. Сколько лет тебе забыл. Что тебе откроется, когда тебе мозги-то наберут, сбыкренило-то. Я пытался это прошибить. Глупые-глупые. Без Бога ничего нету. Ценные добиваются все с трудом, рассуждением, мудростью, молитвой к Богу, смирением. Вот. Я однажды услышал такой разговор. Володя, где-то там далеко не отходи. Тут нужно будет кадры показать широкие. Ну, поздравляли там, свадьба бывает серебряная, золотая, бриллиантовая. Ну, и познакомились с садей, они, кажется, 60 с лишним лет прожили вместе. Те так вот, и не разводились нет. И тебе она первая, первая. И он у тебя первый, и он первый. Да как так? Знаете, детки, мы жили в то время, когда старые вещи чинили, а не выбрасывали на свалку. Да, бывает же, вот, жилой что-то не так, где-то как-то трудиться на ней надо. А разместить это проще всего. А брошинку брать какую-то, она уже чья-то была, подержанная вещь, бывает трудно. Чужую обувь носить, может, такую зарану захватить. И у меня сегодня случилось, можно сказать, ЧП, чрезвычайное происшествие. Стоит мой велосипед, я крыло с него снял первое, там, мне он забивается, а задний не трогал. И когда я разворачивался, крыло это засыпало меня за штанину, и вот оно еще получилось. Распахнуло. Но это не главное. Смотри внимательно. Под этим открыл, вот она такая была, вот она. Ну, нормальный, ну, нормально просто. Ну, правда, пяточками пробитая, ноль. Когда это открылось, я посмотрел, о, а там, вот это вот, Миленька, это заплата. А потом посмотрел, по ней, по ней, вдруг, я когда четыре брюки-то прощупал, так это только пятый слой, а там еще слой за слоем идут. Мы старые вещи не выбрасывали. И сколько брюкам, сколько этим, сапогам, вот они, дырки, дырки, одетели, никто не знает. Но я могу сказать, до последних 10 лет, 10 лет может быть, я не потратил на себя ни копейки. А когда видят, вот мы обедаем там, в лагере, я бы вот эту вот сегодня, Атошку Володя смотрел, а вот эту, сестра Ирина Пьерок принесла, вот это, день рождения был, у батюшки дали. И вот уже сколько лет, пять прошло, и там специально за деньги люди, которым назначают они, а, дармоеды, паразиты, их кормят, а тут бы хоть кто-то подал. А, а дармоеды, а наши тогда работают и пойдут, и Люба там бык развалил, все, инструмент пошли, все сделали, все бесплатно. Сено она не может собрать, все сено собрали, весь лагерь работает, мы работаем бесплатно. Бывает она после этого возьмет, там вареники сварит, или чем-то надо благодарить. Так что эти, которые ворчат, у них нет ничего. А тут бы хоть одна сестра, сестры, где вы? А одна небольшого роста женщина, и меня отсылали, психиатрическая экспертиза называется, человека судить или признать дураком. И отсылают их в Кемерово. И когда туда отсылают, там держат, бывает неделю, ну видно так, палаты называются. Из одной в палаты можно в другую ходить. Но все закрыто, там милиционер при входе сидит, там наружу выйдешь, там не выпустят, прогулки нету, и все загорожено. Тюремный режим, не убежишь. Я вспоминаю почему. Я утром просыпаюсь, а у меня под подушкой то галеты, это гряди, галеты, знаешь, что такое? Сколько печенье такое сделано, военное так, то еще что-то. Уборщица, который выбирает, а один на второй кровати лежит на шконке-то. А почему тетя Маша мне никогда не положит? А зачем тебе ложить? Кроме ветерка, я тебя ничего не слышала. А вот он, а у меня все еще с бородой был, я там, он молится. И мне мама говорила, особенно Господь принимает молитву того, кто земных поклонов 40 кладет. И я мыла полы несколько раз его. Считала, у него 40 поклонов. У него молитва доходит. И поэтому я ему там под подушку там все... Сегодня звонят один. Уже не первый раз. У меня суд в Москве, звать меня Яра, жена Анна. Помолитесь. Я говорю, я молиться буду, но результат какой будет, вы должны принять в равной степени. Плюс или минус. сегодня опять звонят. В прошлый раз он позвонил. Ну я говорю, хорошо, помолись. Он минуты не прошло, я вам на телефон тысячу рублей перевел. Тысячу рублей. Сегодня опять звонят. А я в это время решил снимать изнутри кабины, залез. А он грохотит. Ничего не слышал, он звонит. Я... Ну выпадет, а тут все, пропал телефон-то. А вот на аппарат держу, снимаю. Вообще. Ну когда вышел, опять звонят. Я, Я, Анна, у меня завтра там будет апелляция подана. Так помолитесь. Я помолюсь. Я тоже помолился. Маленько по дням проходит, веселая женщина звонит. Это мой муж Сиан звонил. Меня звать Анна. Отец Игнатьев, мы благодарим вас. Мы сейчас вам 500 рублей перевели. Вас спонсируют. И вот на эти заплаты мои родственники обижаются. Вы показываете заплаты, а вам дают деньги за это. Ну кто заплату показывает? Даже не показывает. Ну кто же за это деньги дает-то? Ну бомжу кто даст? Это зависть. Я у Виктора Егора просчитал, говорит, и под каждую заплату миллион зашитый. Это я вам рассказываю на путь. Никогда не чурайтесь бедной жизни. Какая бы ни была жизнь. Кормят хорошо здесь? Да. Им мед съездили. На пасеке был? На пасеке был. Сотовый мед ел? Да. Ел. Окупался здесь? Окуповался. Ягоды ходили собирали? Да. И юргутов, и малину, и красную смородину по 40 ягодок я вам давал-то. Видишь, как интересно. И кино смотрели здесь? Да. Все. Так, вопрос. Начинаем мы с Егора. У тебя есть намерение приехать еще? Да. Не знаешь, да? А родителям еще расскажешь? Проситься будешь? Они тебя любят? Проситься буду точно. Значит, тебя отпустят. Артемий, ты приедешь еще в гости? Да. Вот только, смотри, ты уже многому научился, и дома покажешь, как на столом сидеть, как молиться, как рано вставать. У нас один был Паша, Паша Капилина, это Валентин, внук-то. Так он приехал домой, то и всех водит. На молитву вставать надо, лежите. Пять лет. Он вам там покоя не давал, сколько времени. Ну, а тебе, Женя, как? Как тебе? Желание есть приехать еще туда? Не знаешь, да? Ну, тебя не обижали здесь? Не били? Ничего? Нет. Кого били? Никого не били? Нет. Ну, Егор помогал нам на рыбалке, везде, куда пошел. Самостоятельный мужик растет, хороший. Так, вы кем работаете, Владимир Юрьевич? У меня, значит, сейчас своя школа, как бы, авторская. Как? Что значит своя? Ну, частная. Частная. Она зарегистрирована? Да. А как называется? Ну, она называется детский просветительско-образовательный центр. А у вас противники есть, которые не желали, чтобы вы были? Ну, вроде пока нет. Словом, да. И еще директор школы воскресной в храме. Понятно. У вас желание есть еще приехать? Ну, да. Так был бы. Никакой. Что я вас тут так лечил? Нет, нет. Я хочу сказать, что если мы чем-то согрешили, сломали делом, просим прощения. Ничего нет. А чистый, хороший след остался? Мы вас будем помнить. Да едете сразу же родители, пусть как-то через вас посмотрят, какие они приехали. Обязательно. Все на глазах. Так, ребята, у меня большая просьба к вам. Очень большая. Ни шагу, никуда от вашего руководителя. Кто-то что-то будет говорить, давать, ни у кого ничего не брать. вы про себя только молитесь. Тихо сидите, рисуйте что-нибудь от этой дороги. Многие теряются. Ни на одну минуту ни на секунду не отходите нигде. В туалет только вместе все. Понятно? Выйдешь, ждите я слышал гопли, крики, которые потеряли детей и ничего нету. Ничего нельзя сделать. Потому что пускали одних. Мне доверял Господь ни одного не два. 45 лет. Тысячи детей. И без присмотра не было ни одного. У нас самое большое наказание. Мы отказываем приехать. Но и тогда даем лазейку. Если за тебя походотай стоит. Хорошую характеристику два священника. Не один, а два. Один закон Божий преподает или где-то. Православное. Вы научились молиться. Стоять в храме. Уж я не буду молиться в храме, а стоять. Да. Это большое дело. Вначале так как было? Совсем никак. Да. Так, в баню ходили здесь? Да. В баню понравилось им. И в баню ходили вы. Немечко попали. Вам нигде не отказано было. На поле ходили, ягоды собирали, горох рвали. Я припоминаю, что тут было. В другое село ездили на пасеку. Пчеловод понравился? Да. Геннадий Павлович замечательный. Он бывший наш работник. Его мама и моя мама работали на пасеке на колхозной. А он помнит как он был маленький я на качелях качал. Меня качали вы. Говорил на город? Простите. Я не созладел, а к тому, что вы были самостоятельными, крепкими, русскими людьми. Умели работать. Играть. Знать, где играть. Игра должна быть такая, что подвижное тело, наметкость где-то. А не так, что собирать рыбу и кидать ее за два метра. Попадет она, рыбка, в ведро или не попадет. Чувствую не чувствую. Это можно через озеро кидать. Мы сейчас пруды там сделали. Вы видели, как мы работаем, как все делали. Неудачно. Теперь надо найти очень крепкий, как у тебя, плащ. Растелить как-то его, чтобы никуда. И когда уже будет выходить под самую мотню, поднимать и тащить его на этом. Чтобы тяга была, давление не на мотню. Там еще нельзя больше делать. Слабенький еще она не назначена. Но ведь мы больше центера уже раза три ловили за раз. А это уже что-то. У нас рыба в разных вариациях. Еще и вяленая может будет. Так, ребята, я сейчас пойду домой. Мы вас будем помолиться как о путешествующих. Владимир и Иже с ним. То есть только с ним. Так, я вам Евангелие подарил? Да. Книжечки подарил еще? Да. Да. Еще что хотели взять? Они спрашивали характеристику на каждого. Ой, нет. Устно. Устно, хотя бы устно. Устно могу сказать следующее. Что хотелось бы исправить? Хорошее это само по себе понятно. Исправить, да. Вот, Егору обратить внимание надо на то, что он загорается сразу и проходит какое-то время он погасает. Чтобы у тебя горел огонь всегда. Начало делать до конца. Я должен довести до конца. а у тебя так, маленько пройдет время, ты уже ослабел, погоди. Ну и как будто бы не надо уже, не наше это дело. Нет. Любое дело до конца. Мы сейчас сделаем, пруды восстановлю, это очень дорогое. Вот он проработал у меня только сколько, два дня. Доставили сюда его. Вчера я заплатил 59 тысяч. Приехал хозяин 59. А у меня пенсия 8 тысяч 100 рублей. 141 рубль 33 копейки. Это вот что. Артему очень серьезно надо поработать над молитвой. Молиться серьезно, просить веры у Бога. Ты в церкви, разворачивался, смотрел. Я беру духовное. В телесном тоже есть упущение. Когда присмотришь, под крепкой рукой начальника можно заниматься. Он не дерзкий. Вот. Вот кланяется. Сергей Павлович его давит. Только руку отпустил, он как Ванька встань, он уже дальше. Вот такой поклон делает. Вот так. Ну иди сюда. Дядя Сережа, встань на эту сторону, покажи, как ты его давай поклон. Боже, будь милостью ко мне грешен. Вот так. Вот. Дядя Сережа, только руку уберет он опять, вот так вот, как у евреев, стильный плачет. Ну а Женя еще говорит. Патриот русского желудка. Хотя больше ест вот этот Артем. Ну хоть да, он тоже Игнать Игнать любит. Но главное, что расставился мы по-хорошему. Да, конечно. И я доволен, что такие хлопцы приехали. Мы вас встретили. Слава Христу. Да. Еще спрашиваю, дома не занимались, а тут ему все странно, только играть привычили. С играми, вам теперь скажу, надо разобраться. Я сказал, угол освободить. И пущить надо серьезной жизни, чтобы они все знали. Вот они здесь видели, что как собирает жука колорадского. собирали. Вот мы везде вас брали с собой. Черемуху у меня большой отломили. Говорил, не трогать еще, отломили, пропало теперь, там еще не будет расти. Надо слушаться. Слушаться. Видите, я нигде черемуху даже от вас не скрывал, дал и ушел. А еще женщина, она не глядит. И они отломили этот такой на нем столько было и сразу все погибло. Там когда за жуков ходили, я вас там малиной кормил в том что, так? Да. Поскольку берег сегодня я был на садах там ягод много, но мелкая и мелкая никогда такой не было. Вот понимаешь, как смородина. Вот и все. На могилки зашел мама и бабушка ее помолился на могилке. Прости, мама. И пошел навсегда мы как уезжать куда. Я прийду маме на коле вот так вот встану. Мам, благослови. Мы сегодня к прокурору едем. Она руки положит и благослови. Добрый вечер. Добрый вечер. Да заходи, Иосиф. Я по-быстрому к путешествующим хотел обратиться. Там отмам дорогу. Булочки. 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 Мы сами помиложи едем на помидоры. Яйца сметку. Сутки и пять часов. Ну вот. Я думаю сходи. Давайте пробуем. Спасибо Христос. Спасибо Христос. Есть. А у вас сушеная? Сушеная. Ну немножко можно. Хочешь что тебе положить? Подожди. Мешочек. Сейчас мешочек. Ну -ка найди его. Сейчас дадим. Мы прощаемся. Моная рыба. Ее прямо жуешь и никаких костей еще нет. Прощаемся. Прощальное слово тут сказал переспросил. Почитай что у нее написано на груди? Я английский вообще не знаю. Приведом Измайла говорит свобода моя жизнь. Так клади сам. березовым березовым соком с чаем гостей родителей они все любят они хорошие. христос поклон от нас всех родителей хорошо во славу божию спасибо христос аллилуйя так я ухожу как говорится поезд тронулся а мирон остался спасибо христос во славу божию еще поводи все на этом 50 раз уже не будет мы хорошие ребята Женя ну ладно так возьмите с тобой еще надо все уже надо варить все есть завтра среда что так сказать посты соблюдайте и дома также постная пища спрашивайте где закладывайте у себя страх божий не так что люди видят я буду хороший а уж все ушли тогда не так всегда перед тобой Господь очень Господа видят и зря это 5 лет нет 7 7 лет они пойдут в этом году в первый класс я себя очень хорошо помню в 5 летнем возрасте в 5 я пошел в школу 5 лет я не знаю почему меня не отдавали в школу вот тоже интересно как вот эта стеколка называется ошибка я в нее вылазил выставлял и бегал там где озерко стирать пеленки у меня двое ребятишек на руках я в это я в это время считал уже отцу газета районная и в школу убежал самостоятельно ребятишек посыпил видимо и учительница пока с кем-то разговаривала а мне дала считать я уж там какую страницу я на утром пришла и стала родителям говорить отдайте его в школу да надо водиться он водится но отдайте в школу была там дочь председателя колхоза Мария Ивановна и меня отдали в школу школа мне очень нравилась как вагба все легко доварилось и все время забегал вперед что там будет где-то в четвертом классе экзамены сдавали вот а сейчас я не знаю есть или нет это ЕГЭ это все так я ушел из Бога ты возьми на контроль сегодня можно съедить если баня у него кто завтра дежурный туда забрать все отдать им чтобы они готовили завтрак ему и на обед до конца довели тут не больше 2-3 дня осталось завтра он тут заканчивает мы как если не закончу то ну закончить видимо вечером переводим сюда трактор и остается это где мы были все спасибо спасибо Продолжение следует...